Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале. Давно у нас не было влогов. Наконец-то взяла влоговую камеру и решила уж снять. Очень давно не снимала влог, даже разучилась. Я иногда, когда снимаю мукбанки с мокрой головой, в комментариях читаю, айка, фу, какая у тебя жирная голова! Ребят, я помыла голову и голова у меня мокрая. Иногда я так сажусь снимать мукбанки, и я даже представить не могла, что кто-то может подумать, что эта голова жирная. Ну, блин, отличить жирную голову от мукрой, мне кажется, элементарно. Иногда я просто поражаюсь вашим комментариям. И вот такое у меня рабочее пространство. Кстати, я купила новую лампочку, точнее, маму купила. Посмотрите, какая она классная, матовая. Вчера я сидела и рисовала. На моём новом канале в сообществе я вам выложила то, что я рисую. Но это не всё. Это будет коллекция с чехлами для телефонов. А ещё вот эти маркеры, это, конечно, вообще прям кайф. Они так офигенно рисуют, ребят. Я в жизни не видела таких крутых маркеров. Это прям нечто. Получается, как будто реально ты просто отрезала из журнала. Вот реально, вообще нету переходов. Смотрите, какой мимишный мопс получился. И вот в такой вот штуке всё это храню. Удобно очень. Я просто должна вам это показать, чтобы вы поняли, насколько Айка всё-таки не минималист. Посмотрите, сколько скотчей я купила. Мама говорит, ты даже не знаешь, будешь ли ты этим заниматься дальше. Но, блин, скотч дома понадобится. Я уж молчу про декоративные такие штуки, про остальные моменты. Просто посмотрите, я беру оптом. Потому что мне сказали, что лучше прозрачный, действительно прозрачный скотч лучше. Но почему-то этот жёлтый клеится получше. Поэтому иногда использую этот, иногда вот этот. Ещё двухсторонний скотч взяла. Не знаю, зачем просто лежит. И самое главное, что я вам должна показать, это мой каталожик. Посмотрите, какой он толстый. Здесь осталось совсем чуток листочков. Но, видите, давайте не буду спойлерить. И я куплю себе новый, как только я его добью. Закончила макияж. Посмотрите на мои реснички. Я их уже начала красить тушью, потому что наращенных почти не осталось. Но мои собственные ресницы после этой процедуры никак не пострадали. Поэтому, девчонки, кто не наращивает, обязательно попробуйте. Ничего с вашими ресничками не произойдёт, если вы пойдёте к хорошему специалисту. А мне девочка делает просто шикарно. Посмотрите, как классно. То есть ничего не отвалилось, а это самое главное. Ну что, вкусняшки уже у меня. Открывайте. А это, кстати, гречка. Я вчера ужинала гречкой. Полезная еда. Так, сейчас откроем. Что я взяла? Сырные подушечки, десерт, пиде и вот KFC сырный соус. Я тут рисовала-рисовала, и мне пришла посылка-подарочек от моей подписчицы. Не тебе, дурачок, мне. Откуда вернет. Смотрите, какая прелесть. Спасибо огромное. Это аромат, который я очень давно хотела. Донна Фелича, или как правильно. Смотрите дальше, что здесь. Шампунь. Мам, как раз у нас закончился шампунь. Будем использовать. Вообще продукция Поберлик мне самой очень нравится. Качество, цена, быстрая доставка. В общем, все на высшем уровне. Тут еще гель для душа, видимо. Тот же аромат. Буду использовать вместе. Мам, здесь столько всего. Крем для рук как раз тоже закончился. Видите, девочки, сколько всего. Так. Это я пока что не разобралась. Что это? Так приятно, девочки. Кстати, эта подписчица, она тоже лесбинка. Я вам обязательно оставлю ссылочку на нее. Если вы тоже захотите заказать себе продукцию от Фоберлик. Или просто стать представителем. То обязательно заглядывайте в инфобокс. Это отличное решение для работы. Если вы, например, дома. У вас семья. Хотите чем-то заниматься. А куда устроиться не знаете. Она как раз сейчас собирает команду. Я думаю, эта информация будет для вас очень полезной. И тут новый каталог. Здесь вроде как все в монатах. Потому что я знаю Вейвен. Там в условных единицах. Буду заказывать обязательно. Посмотрите, какие помадки. Здесь акция. Две помады. Получается 1 плюс 1 равняется 3. Я обязательно закажу что-нибудь у нее. Мам, тебе что-то надо? Тут столько всего интересного. Твиксик, тебе что-то надо? Сейчас будем распечатывать аромат. Я послушала аромат. Он мне очень понравился. Я его частенько видела на видео у других блогеров. Я даже не представляла, что он такой матовый. Очень классный такой цитрусовый аромат. Кстати, девчонки, я вам обязательно оставлю ссылку на девушку, которая занимается Фоберликом. Она моя подписчица. Она Лизгинка. И она собирает команду. Если вы хотите, вы тоже можете покупать продукцию со скидкой. Даже дешевле, чем в каталоге. Хотя даже в каталоге цены очень даже приемлемые. Или просто, если вы хотите что-то купить, вы можете обратиться к ней. Либо начать тоже заниматься. Я вам могу порекомендовать офигенного наставника. Так что переходите в инфобокс, на ее страницу. Пишите любые вопросы. На все ваши вопросы она ответит. А аромат офигенный. Как и вся продукция Фоберлик. Я ее просто обожаю. Для меня, конечно, процесс создания бумажных сюрпризов. Это отдельный вид искусства. Я не могу сказать, что в этот период я работаю. Я просто душевно отдыхаю. Мне настолько нравится этим заниматься, что просто вам не передать словами. И мне очень нравится, что мой канал растет. У меня уже 6000 подписчиков, прикиньте, на этом канале. Я очень радуюсь. И буквально позавчера прочитала комментарии от девочки, которая писала, что мне кажется, что ты просто обводишь через лекало. Ты сама это все не рисуешь. С одной стороны, это такой комплимент. Значит, я так хорошо рисую. Ей понравилось, что она считает, что такое нарисовать невозможно. На самом деле, я считаю, что это очень простые детские рисунки. Ничего сложного в этом нет. Я бы хотела в перспективе на дальнейшее пойти на какие-то художественные курсы и рисовать людей, научиться смешивать цвета, делать тени и так далее. То, что я сейчас делаю, мне кажется, это просто элементарно. Это может любой человек. Но мама тоже постоянно наваливает мне комплименты, что я очень хорошо рисую и что у нее в роду все умели рисовать. Но кроме моей мамы. Мама говорит, ты рисуй, я буду разукрашивать. И мама разукрасила один сюрприз. И после этого я поняла, что ей это доверять точно не стоит. Но каждый человек хорош в своей области. Я, например, готовить не люблю и не умею хорошо готовить. А мама, например, в этом вообще спец. Она настолько вкусно готовит, что не сравнится ни с одним рестораном. Сказать честно, иногда я сижу по 12 часов и рисую эти сюрпризы. И мама начинает меня ругать. Уже мама перешла уже даже на двоюродного брата. И говорит, Айка, слишком много времени проводит с этими бумажными сюрпризами. Сделайте вы ей какие-то замечания. Объясните ей, что так нельзя, нужно спать. Уже в последнее время мама приходит и сама меня укладывает, как ребенка. Прикиньте. Чтобы я уснула и не рисовала. Мама говорит, что если так сильно загорелась, то немножко времени пройдет. И как бы это желание у тебя потухнет. Если это желание во мне не останется, естественно, я этим заниматься не буду. Но пока что мне это очень нравится. И я даже хочу прикупить себе набор фломастеров, которые состоят из 230 оттенков. Пока что еще думаю, стоит ли покупать или нет. На крайняк себе на день рождения сделаю такой подарок. И куплю себе эти фломастеры. Они не дешевые, но они очень круто рисуют. И кардинально отличаются от того, что делают обычные фломастеры. Поэтому я думаю, что за это можно заплатить. В каких-то вещах можно экономить. Например, взять какой-то бюджетный скотч. Но что касается фломастеров, здесь точно экономить не стоит. Сейчас, как вы уже поняли, я рисую чехлы на телефоны. Это будет коллекция с чехлами. Она уже у меня готова. И где-то, наверное, через 2 дня будет уже распаковка на моем канале. На самом деле, я долго сомневалась, стоит ли показывать этот процесс. Потому что это конкретный такой спойлер. Вы все увидели. И уже смотреть видео будет неинтересно. Но в этом видео будет распаковка не только этой коллекции, но и других. Поэтому иногда кое-где в сообществе, в инстаграме, я буду иногда кое-что спойлерить. Время уже час ночи. Я тут вся из себя рисую. И посмотрите на этого кайфушу. Ничего ему от жизни не надо. Лежит. Никаких проблем. Ничего не нужно делать. Никаких видео снимать. Никакие коллекции клеить. Идеальная жизнь. Не правда ли? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...